Здарова, ребят! Мы продолжаем играть в Metro Exodus, Metro X-Hot. Это вторая часть! Я думаю, первая часть вам очень сильно зашла. Ну что, мы продолжаем стелсить, пытаемся выйти с депо. И, в общем-то, продолжим с того места, которым закончили в первой части. Я думаю, ты уже посмотрел первую часть, поставил там лайкос. А сейчас ты взял вкусную плюшечку, сладенькую, налил чайка, ну и не буду тебя отвлекать. Приятного просмотра! Итак, Артемушка! Я думаю, что нам, Тихарца, можно сходить вниз. Он, кстати, дал нам прикольные вещи. Он нам дал пистолет с тремя патронами от души и с девяти патронами калаш. Просто бомба! Попробую прикрыть тебя сверху! Спасибо, детка! Детка Анна Конфетка! Что будем делать, ребят? Что будем делать? Смотрите, реально, вьюга настолько круто сделано, что даже не слышно, что они говорят. Ну что, вторая часть? Это бомба! Это бомба! Так, а я могу их попробовать завалить или нет? Бабка, агент! Я хотел бы их сзади как-нибудь ушатать. Офигеть! Вот это накосил! Так, я вроде в норме. По-моему, зря я это сделал. Началось! Прикрываю! Давай! Я же говорю, зря я это сделал. Можно было спигалеты нассывать. Сейчас придется с ними воевать. Вон он где! Фильтр. А фильтра-то нету? ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Отлично! Фильтра-то нету? ВЫСТРЕЛ ВЫСТРЕЛ Выключим свет. От души... Э-э-э-э, потише. Вот и фильтр. Э-э-э-э-э, ты чего? Во. А, он и снимает против... А, все, да, вот, нормально. Где ты? Не вижу его. Вот он. Минус. Чтобы заклеить противогаз, сожмите ПЭП. В смысле? Один есть. Спасибо. Минус. Я под люка. Че у нас тут дальше будет? Внимание! В командном центре произошла диверсия. Артем, меня обошли. Здесь тоже минус. Артем, ангар рядом. Можно справиться. Че за ангар? Сейчас мы здесь наберемся. Такую... Штуку. Куча паттерсов. Э-э-э, откуда? Станция подавления возобновляет работу. Хиляемся. Я, короче, побег в ангар, наверное, да? Это было жёстко. Спасибо. Банки. Банок у меня много. Окей. Ермака-то мы найдём. Мы потом, может быть, даже на поезде поедем. Так, я возьму ножик, наверное. И буду накидывать. Ага, ну вот и паровоз. Поехали. Офигенный паровоз. Так. Они Ермака схватили. Окей. Надо поближе подобраться. Не забывайте просматривать на датчик освещенности. Ермак под охраной. Вот здесь вот прям жёсткое палево идёт. Я могу кинуть ножом туда, могу кинуть ножом туда. А чё толку? Гоу дальше. Вот этого могу с ножа кинуть. Вот это мы выключаем. А я тебе говорю, там за воротами шумело что-то. Подожди, а он один тут? А что и быть не может. Эти же ворота наружу. Может страшно... Аккуратно. А если не резать, ты... Вас двое теперь здесь. Да вы чё, блин? Так, вас можно всех перебить нафиг на изи. Да же уже старчик должны. И нам всем спокойней стать. Ну, не знаю. Подозрительно всё равно. Короче. Мало ли. Вон там банка, братан. Да-да-да-да. Вот это нормально. Да-да, он нашёл. Да нормально всё. Не надо сюда подходить, братан. Не надо. Красиво. Так, у меня 12 минут есть противогаза. Слушай, просто я хожу и накидываю их с этим. О, паньки. Можно поменять, типа, оружие. Но нет, спасибо. Лампа газовая. Всё, они спалили чё-то там. Давай, здорово, братан. Да я их просто одним ножом перекидал, братан. Нормально. Погнали. Погнали. Скоро, надеюсь, будет открытый мир. Скоро охрана вернётся. Я на паровоз. Я ничего не вижу сейчас. Вы давайте наверх. Включите поворотный механизм. Погнали. Так там уже бежали. Сейчас, походу, дело будет гасила валютая. Внимание, что в противнике. Ещё охрана отбивается. Где? Аптеки. Ух ты. Нормально. Патрики. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чё-то я... Жёстко. Хилочки. Перезарядочка. Блин, я не понимаю, откуда он. Нифига себе, она лёжа наяривает. Вот это я понимаю. Хэкшоты пошли. А чё, всё нормально? Давай же, Артём, теряем время. А чё делать-то? В смысле теряем время? Я не успеваю так быстро. Если бы я ещё видел бы, было бы круто. А что вот это вот за фонарик? Это смешно же. Не работает. Артём, время на исходе. Работает, родная. Тревога. Всем группам немедленно вонгар. Здесь чё? Ух ты. Во-во-во-во-во-во-во. Тихо-тихо-тихо-тихо. Откуда? Мне хана сейчас будет. Главное сейчас не взорвать их. Ой, милый-милый-милый. Тихо-тихо. Тихо. Я успел аптечку кровать. Держись. Милый-милый, не отпускай. Да не отпускай. Прости Анна. Ничего себе. Сам в шоке. Ты как живой? Ребятки, на подгорной ручной привод есть. Артём. А, всё взрывается. Экшоуни? Кто-то ещё будет кто-нибудь, нет? Быстрее, ручной привод. Это он? Я ничего не вижу. Но попробую просто через дым. Где тебе помочь-то? Давай, давай. Я уже тоже готов крутить её. Всё, давай вместе. Ещё немного. Давай. Есть. Вон их сколько. Есть. Наверное, скорее сюда. Да они ворота отнесут. Зюма, как же громко. Надо бы противогазы надеть. Может, изоляция повредили. У меня противогаз с заплаткой, блин. Мы вырвались. И не говори. Флэшбэнк. Опять поймали. Понял, база. Конец связи. Так, этих в расход. Машиниста. Я не понял, что значит в расход. Не лезь, не своё дело. Это ты не лезь. Сейчас полковник тебе всё разъяснит. Товарищ полковник. Тут такое... Папа! Ребята! Это мы! Помогите! А, так это свои? Ребята, вы что тут делаете? Вот тогда... Ребята, вы что тут делаете? Трибунал! Всем вам! Так, всем заткнуться. Невероятно! Невероятно! Чёрт! Всё спалились? Так это правда? Ты на них работаешь? Они ворчам отстрелялись! Как вы тут оказались? А, впрочем, не важно. Ты не представляешь, во что вы влезли. Теперь куда ни кинь, всюду клинь. Ганза. Этого так не остались. Дошло! Наблюдатели не позволят. Нет уж! Я не замолчу! Зачем нужна эта глушилка? Почему они скрывают, что Москва не одна? Товарищ полковник. Какая глушок! Люди! Ищут других городов! И тут их всех! Всем молчать! Женщин, людей! Подробно объясню. Всё потом. Отец! Что там по железной дороге впереди? Да стой первым километром! Дорога в норме! Безопасная стоянка недалеко найдётся? Найдётся! Только торопиться нужно! Они хресер вызывали! Значит так, мужики. Артём, Санька и моей сейчас такого наворотили. У вас будем сейчас возвращаться нельзя. А то по законам военного времени их... Ну, в общем, мне увезти их надо, пока всё не уляжется. А вы оставайтесь. Слышь, майор! Мои люди к недоразумению на глушилке отношения не имеют! Я нихера не понял, но за ребят буду драться! Конечно! Артём, Аня! Это уже наши! Своих не бросает! Если не будет, то кто! Ладно, спартанцы! Тогда этих забор, ты полный вперёд! Артём, пошли выйдем! На свежий воздух! Хм, нифига себе! Спасибо ребятам, что поддержали! Им ведь он, похоже, тоже ничего не говорил! 20 лет мы сидели в метро, считая, что весь мир сгорел во время войны! А на самом деле, Москву просто отгородили кольцом радиоглушилок! Красота! Да уж и не говори, блин! И пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал! Врал тебе, мне, да всем вообще! Всего! Ё-моё, что это такое? Согнали! Погоня на поездах? И выходите с поднятыми руками! Охренеть! Как тут вообще что-то комментирует? Будет открыт огонь на поражение! Ох, сука, сколько же на нём бронина! Что-то, ребята, слишком громко стало! Ну что, доволен? Ты этого добивался? А при чём тут он? Это ты всё правил! Это было последнее предупреждение! Немедленно остановите локопатик! О, чёрт! Ты как? Порядок? Сарабина! Останавливаемся! Но тормоза тут не к чёрту! Ерман, начинай испавлять хвалат! Пусть думают, мы послушаемся! Это ты правильно решил тормозить! Сразу видно, разумный человек! Не знаю, есть идея! Гранатами мы им только краску поцарапаем! А если изнутри? Гребчатки маловато! Разве что всю в топку им засунуть! Давай, изполковник, разрешите мне! Добровольцем здесь насмощаю я! Пойдёт Артём! О, погнали! Я готов! Почему, Артём? Он эту нашу заварил ему и раскрёбывать! Артём, как ты тормозил, прыгай! А я этого пока отвлеку! Сейчас я взорву ваш поезд нахрен! Потому что я Артём! Я, я! Некуда там ехать, Мельник! Ты не бывал дальше, а мы бывали! Так а мы просто отъехать решили! От эмоций лишних! А вы сразу встали! Некрена там, чё, в ваге? Остановлюсь! Отпустишь! Я упаломочен задержать! Дадут покататься на этом? Или нет? Это дезертирство! Предательство! Да охренел, паскуда! Меня в предатели! А если не предатель, куда паровоз гонишь? Прогуляться? Ай, страшно! Отвечай! Если не остановишь, значит завербовали тебя! К хозяевам, значит, бежишь! Пришили уже всё, да? Нас даже до трибунала не довезут! Ты мне, зубы, не заговаривай! Что вывозишь? Карты? Оборонные планы? Нашими жизнями тебе пенсию на солнышке купить хочешь, сучара старая? Планы! Мы потихали! Предатели нас! Мы вам столько лет служили верой, правдой! Кровь жалели! Врагу продался? Они нас заслали! А ты? Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей! Понял? Но не ради тебя, книда! Пришли, скачайся! Тринадцатый путь на чеку! Ё-моё! Накинул он, как... Одна мусажа кинул, и... К сожалению, не вышла! Я думал, что прокатит! Типа, одному кинул второму, и третьему фиг там! Я всю свою жизнь служил и служить буду! Всегда! Я сдохну, если надо! За родину, за людей! Понял? Но не ради тебя, книда! Так! Отлично! Блин, а этих-то ладно, мы прибили! Тех-то побольше, блин! Может быть, попробовать кинуть банку, чтобы они отошли? Давай попробуем банку кинуть! Здесь очень много... Слушай! А вот это с глушителем, да? А сколько их там? Я что-то не понял нифига! Сближайся! Тринадцатый, быстро, чехол! О-о-о! Так их тут много! Идите нафиг! Ваше время истекло, полковник Кремль! Сближайся! Сближайся! Мы собираем вход! Дормони! Закоди! Финтер, финтер, финтер! Давай мы! Закодите, суки! Давай дальше! Ну, сука! Ну все, теперь ты наиграл-то! Теперь и тебя, и прикладки твою! И дочку твою уже никак не вертирую! Как собак бешеных! Пулю и... Сломано! Я тебя пристрелю! Иди в затылок! Брошу твою! Готина громая! Обставить поеду! Давайте пока! Пришатой всех! Огонь! Огонь! Артем, скорее! Нас сейчас клочи разлетут! Да сейчас, сейчас! Старай уже! Вот уже практически дошел! Да е-мое! Хиляйся, быстрее! Они меня через эту штуку пробивают, что ли? Вот это боевичок! Быстрее, аптеку! Отлично! Я что, всех ушатал? А что? Старай быстрее, фильтр! Отлично! Фильтров насобирал мне! Много фильтров! А то уже задыхает себе долога! Ни хренайся, ты жесткий! Не стреляй! Не стреляй! Да не сын! Я просто мину поставлю! Я просто, говорит, кочегар! Так, как можно ближе к котлу! Я, говорит, просто кочегар! Давай-давай, пацаны! Я готов! Стоп, кран! Я просто кочегар! Сейчас нужно прыгнуть! А на тейк-шоу у них! Отлично! Сейчас как рванет! Держи! Сейчас очень сильно рванет! Че, погнали! Вот и все! Вот и покатались! О, да! Артем, ты цел? Слава богу! Я, да! Поздравляю! Теперь мы не просто предатели! А самые настоящие вражеские диверсанты получаемся! Фуф! Безоговорочно! Будет очень убедителен в этих ответах! Хмммм! Интересно! 108 километров проехали, и чистый воздух, как ни странно! А у нас там были глушилки, получается, и мы просто все боялись! Вот это прикол! Сюжет обещает! Что приуныли! Мы сейчас на развилке! Жалко, что из метро мы уехали! Куда дальше? Вперед или назад? Налево или направо? Мда, примерно этого я от тебя и ожидал, но суть передана верно! Что, твой счетчик тоже в норме? Точно перепроверили? Да, точно! Фон в норме! И у Степана тоже норма на дозиметре! Можно дышать без масок! Так, значит, не врали! Кто? Кто не врал? Почему ты молчишь? Что это за люди пытались нас убить? Почему они стреляли в тебя? Ты же глава Ордена! Объясни, наконец, хоть что-нибудь! Хорошо! Начну с главного! Война не окончена! То есть, как это не окончено? Не перебивай! Большая часть городов уничтожена! Уцелевшая часть страны, вероятно, оккупирована противником! Чтобы избежать нового удара, командование приняло единственное возможное решение – не подавать признаков жизни! Для обеспечения маскировки был разработан план «ЩИП» – сеть станций радиоподавления, покрывающие территорию Москвы, чтобы всякие радиолюбители своим нытьем в эфире не навлекли на нас новые боеголовки! И одна из этих станций была отключена героическими усилиями здесь присутствующих! А раньше сказать было нельзя, когда Артём с рацией ходил за своими рентгенами и мечтой! Нет, нельзя! Я сам доступ получил полгода назад! Под грифом «Расскажешь – сдохнешь»! Ребятам врал, что метеостанцию охраняем! Святослав Константинович! Если нельзя – назад, как насчёт вперёд? Есть мысль, но... Артём, чем молча глазами сверкать, проверь лучше эфир на длинных волнах! Из зоны действия глушилок мы уже, наверное, выехали! Так что, постарайся! Ищи позывной «Ковчег»! Окей, босс! Понимаешь теперь, почему в глазах командования мы предатели? Вывели из строя глушилку, расстреляли охрану, уничтожили патрульный бронепоезд и убрали из Москвы! Тут и перегуман мне нужен! Дороги домой нам нет! А раз так, надо двигаться вперёд! Что ещё за командование? Командование... Так, не могу что-то найти! Слышала про невидимых наблюдателей? Слышала, но это же просто сказки! Не сказки! Это они и есть! Уверен, что они Москву защищают, а не свои задницы! И что за ковчег? Если Артём поймает... Ну-ка, ну-ка, это что? 1811-79 Квадрат сбора! Повторяй, объявляется общий сбор! Точка сбора! Код 1811-79 Ну-ка! Код 1811-79 Квадрат 1811-79 Так, где там номер? Точка сплотив ряда, мы сможем преодолеть... Ага, так, вот здесь, значит... Ага, гора Ямонтал! Ясно, маршрут вырисовывается примерно такой Вот наша цель! Так что, ты вот это имел в виду? Да, именно это! Проект Корчаг — это целый подземный город Огромные запасы техника, лучшие специалисты! Это ставка Верховного Главнокомандующего Там всё руководство страны И они начали возрождать страну! Мы расскажем им, что Москва жила, что всё было Ненапрасно! И всё изменится! Всё, вы понимаете это! Начинается новая жизнь для всех выживших! А с женщинами там, кстати! Как это было? Орлы! Ну, раз такой случай... Дамир, доставай! Что доставай, товарищ полковник? Что у тебя вечного фляги? Что думал, не знаю? Это... Это я мигом! Это я не поверил сначала! Но до Урала путь не близкий! Давайте что-ли обустраиваться как-то! Название... До Урала! Прикиньте! А что, давно пора? Предлагаю Анютины глазки! Да иди ты! Пиздец! Ещё лучше! Да ну! А как насчёт Авроры? Богиня Утренней Зари и Крессер... Ну, сами знаете чего! Другое дело! Хе-хе-хе! Неплохо! Мне нравится! Красивый Игорь! Вообще норм! Но Крессер чего? А, потом расскажу! Значит, и Решену! Ха! Тогда за... Погнали, водяку пить. Опа-на. Там дневник, содержание. Обалдеть. Скорее всего, идти пешком, я так полагаю, а не ехать. Опа, жалечко. Вы можете отправляться дальше, или вы можете исследовать поезд, говорит, прикиньте. Волга. Воздух поверхности казался нам невыразимо свежим, пьянил. Но эйфория, в которой пребывал экипаж, объяснялась не этим. У нашего путешествия появилась настоящая цель. Ее дал нам сигнал из правительственного бункера на Урале. До моста какого-то доехали, а там оккупанты. Не армейского командования. Оказывается, все они спаслись. Только где они были, пока мы жрали друг друга в подземельях метро? Когда доберемся до Ямонтау, мы обязательно спросим об этом. Только доберемся ли? То, что когда-то было нашей страной, теперь, по словам Мельника, захвачено врагом. И нам придется прорваться с боем. Маленький отряд против оккупационных армий. Каковы шансы получить ответ? Поехали. Сейчас мы будем, по ходу дела, оккупантов выселять с моста. Приятного просмотра, ребят. Пиши в комментарии, что думаешь по метро исходу. Смотрите, тить, колотить. Ничего не застудил? Держи, разморозим тебя немного. Как думаешь, каковы наши шансы добраться до Ямонтау? Обалдеть. Отец только и думает об этом. Вот и сталкер, пацаны. Прикиньте, как он будет сталкер. Той жизни, от которой ты всегда бежал. А я тебе не верила. А сейчас вот смотрю на туман и думаю, что за ним наша новая жизнь. Мы, кстати, скоро уже будем подъезжать к мосту. Ох ты, костер. Люди, там люди. Тормозите. Фигать себе. Че барагозите-то? Ээээ, хватит барагозить. Вы можете перейти в фоторежим, воспользовавшись... Че-че-че-че-че-че-че? Глубина резкости. Опа-на. Всем руку. Общий сбор. Режим камеры. Да ну нафиг. Это как в NVIDIA Freestyle. Можно летать за персов, типа, рядом. Посмотреть. Чисто замануха на поезде, наверное, да? Так, скрыть интерфейс. Ух ты. Можно чисто фотки лютые делать. Вот это они прикольно сделали, конечно. Артем. Артем уже жесткий. Так. Поехали. Блин, прикольно. Артем, давай бегом в рубку. А, это не я. Какой Артем, блин? Это не Артем был. Алло. Бродатый челик. Что-то я тупанул. Артем, ты как, цел? Нормально, все в порядке. Один цилиндр закрылся. Насколько все плохо? Двигаться можем? Нет, приехали. Ну, я как и говорил. Мой блокпост чей-то в тумане не заметили. Кто отронял? Форма чья? Ничья. Они в ватниках. Старичье какое-то. Старичье? Это их внешний периметр могут для маскировки кого угодно поставить. Хоть пар с детьми. Мы что, до них добрались, товарищ полковник? Гарантии нет. Но вообще странно, что не раньше. Здорово. Так, часовые эти на дрезине чешут к мосту. Там у них укрепления какие-то. А вот тут, похоже, гражданские. Деревня и церковь на воде. Так, нужны данные. Артем, я тебе на карте пометил. Дуй туда. Узнай, что у них на мосту. Если получится языка взять еще лучше. Аня, прикроешь его. Есть! Это что? Нет. Пока в ситуации не разбьемся от Авроры ни на шаг. А они в паре уже работали, справятся. А, нам вот сюда. А вот и отголоски огромной карты. Пока не знаю. Может здесь? Может больше? Понял. Действуй. Орден, слушай мой приказ. Аврору подготовить к обороне. Степа, Дамир, ставим периметр. Так точно. Есть, князь. На тебе разведка. Пошли, оттем. Принято. Идиот, прикроешь его с Авророй. Идиот. Есть. Сэм, я, Лёша. Друзья, есть. В поле вещь незаменимая. Спасибо. Да, материалы уж извини. Сам собирай. Хе-хе-хе. Пойдем, Артем. Мы там осторожней только. Хорошо. Ладно. Ух, какая красотища, ребят. Какая красотища. Для выбора оружия нажмите... Ну что, ребят. В следующей серии мы посмотрим с вами открытый мир. С вами был Лего. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем удачи и всем пока-пока.